У нас Новосибирский электровакуумный завод. А, понятно. То есть это старый бренд. Да, да, да. Но мы его оставили и он до сих пор у нас есть. Наши имплантаты, они существенно дешевле зарубежных аналогов. Если зарубежный аналог у нас стоит примерно от 70-80 и выше тысяч рублей, то наш стоит 45 тысяч. Примерно 20-25 лет служит в организме человека. По сути, до конца практически жизни человека остается. И кто делает вот этот пресс-порошок? Пресс-порошок сделаем мы. Выбрали керамику как одно из своих направлений. Это медицинский технопарк. И в самом институте, в том, что мы сделали конструкцию, практически 95% конструкций и руки позвоночника, которые мы используем, это наши, которые здесь разработаны. Сюда мы только что смотрели как раз эти образцы. Вы их начали использовать? Мы 96 человек уже продвигировали. Здорово. Какие объемы для России нужны? Какие объемы для России нужны? Это государство в целом поддерживает инновации в медицине. Наиболее успешным направлением стало развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Только за последние пять лет объем вырос более чем в два раза. Разработка технологий должна сопровождаться их эффективным внедрением. Для этого должны устраняться разрывы в инновационной цепочке, налаживаться более тесные связи медицинских учреждений, научных центров отрасли, производственных компаний. Нужно увязывать приоритетные направления при формировании государственного задания на проведение научных исследований. Это позволит сократить и сроки внедрения, и, надеюсь, затраты.